МОСКОВНЫХ ОЗЕРАХ По струнам собираются возить в Москву чистую питьевую воду, которой здесь, в озерах, предостаточно. Такую железную дорогу еще только предстоит построить. Ну что, друзья, мы стоим на въезде в город Озеры. Здесь как раз почти 16 лет назад началась практическая реализация именно концепции, идеи Скайвея. Мы сейчас с Евгением приехали сюда по делам. Мы будем сейчас в администрации договариваться о том, как забирать, как передавать то, что осталось сегодня от первой лаборатории ЗИЛа-131. Потому что очень важно, чтобы эта история не пропала. Хоть в свое время вандалы и уничтожили вот этот испытательный полигон, который здесь строился и почти 10 лет испытывался. Сейчас наша задача восстановить, и это хотя бы в виде истории, в виде продолжения преемственности полигонов. Восстановить это в Марьиной горке. И обязательно этот экспонат должен там быть. Обязательно это часть развития технологии Скайвэй будет здесь. И мы приехали сегодня, предварительно договорившись, нам сегодня должны показать, где находятся обломки. То, что осталось от этого ЗИЛа-131. Мы с администрацией будем договариваться о том, как все забирать. Ну и, соответственно, эта работа дальше будет продолжаться. Вот мы с Евгением как раз там, где все это зарождалось. Мы сейчас еще снимем то, что осталось от этого полигона. Ну что, держим путь теперь в администрацию? Да! Здравствуйте! Можно вам один вопросик? Здесь 15 лет назад проводили испытания. У вас Громов приезжал, и здесь вот недалеко ЗИЛ по проводам бегал. Вот, вы не помните? Струнная дорога. Струнная дорога, да. Видите, вы даже название знаете. Сюда же Громов, Лебедь приезжал, да? Да. Губернатором Громов тогда был. Были все, были представители, и вот эти, я не помню фамилия какая-то. А, вы имеете в виду инженер, кто это? Да, инженера юницкой фамилии. Вот, вот, да. И вот здесь такие, ну как капсулы, что ли. Да, да, да. У меня даже муж работал на этой дороге. Вот, у нас задача, мы сейчас этот сам ЗИЛ, который бегал, он уже где-то здесь лежит, мы пытаемся его найти сейчас, этот ЗИЛ. Здесь сейчас у нас будет несколько коротеньких встреч, чисто технических, вот, для того, чтобы двигаться дальше и спасать наш ЗИЛ, и спасать уже историю. У нас пресс-служба, то есть, вот, которую, ну там, в части, я же представляю, значит, у нас, смотрите, в чем суть вопроса. Пойдемте, может, вы подниметесь ко мне? Строили экспериментальную дорогу, транспортную систему, она называлась тогда «Струнный транспорт Юницкого». Вот, начинал это делать все, финансировать Александр Иванович Лебедь, вот, он сюда приезжал, сюда приезжал Громов, когда мы показывали, когда он был губернатор, сюда приезжал президент Адыгеи Савмен Хадрид Меджидович. Вот, смотрите, фотографии показывают, вот, мэр, губернатор вашего Громов, это бывший мэр вашего города Сащихин, значит, вот это наш генеральный конструктор Юницкий, то есть, это все было вот, когда презентация была в 2005 году. А теперь-то вдруг через 15 лет что-то случилось? Вот, а вот мы построили, смотрите, вот такую дорогу, вот она система, то есть, это ЗИЛ, и вот на такой опытной трассе это дело. Это вот здесь вот прямо у вас, это вот где завод, вот этот каменоломня был, то есть, это вот мы это строили, здесь делали, и вообще, потом, Морозов Сергей Иванович, это губернатор Ульяновской области, это который в 2009 году на госсовете презентовал Медведеву вот нашу программу, и там поддержали, и так далее, но результат оказался с точностью, даже наоборот, который мы ожидали. По непонятным причинам этот полигон здесь спилили, администрация тогда сказала, что земля в аренде, что аренду не оплачивали, хотя это было, и это, ну, скажем так, мы здесь работу закончили. У нас, с научной точки зрения, он пока до 10-го года стоял, мы его изучали, мы приезжали каждый год там, смотрели, что происходит, как ржавеет, как напряжение. Он даже вроде не эксплуатировался, но все равно научную ценность он имел очень большую. Сейчас, буквально, позапрошлом году мы начали строить под Минском Марьиной горки, и сейчас сделали новый экземпляр, запустили, и мы сейчас как раз хотим и показать в озерах, с чего все начиналось, где все это идет, и пытаемся найти сейчас намного наводок далее, где этот ЗИЛ сейчас лежит, мы его хотим восстановить. И, естественно, почему мы именно озера, потому что вот я вам сейчас фотографию... Это ужасный, конечно, опыт, все спилили. Ну, это, к сожалению, это... то есть сооружение было довольно-таки грандиозное, видите, вот опоры, которые мы строили, то есть здесь... Почему это вообще такое? Это что такое за дорога? Это новый, это новая концепция, новый вид транспорта вообще, то есть то, что сегодня, это то, что приходит на смену авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта вместе взятого. Ну, вы видели, что на обычный рельс, на обычные провода повесить, ЗИЛ поставить невозможно, то есть технология в том, что получается очень легкая и очень прочная конструкция, И мы сейчас вот в Марьиной горке строим дорогу, которая даст скорость 500 километров в час. Это мы запустили первый юнибайк, который вот транспорт второго уровня. Крутое, крутое, ничего себе. Да, это городской транспорт, который способен заменить метро, причем в 100 раз дешевле по строительству. Ну, какие-то вообще чудеса, чудесные. А вот это вот то, что монтируем трассу, вот эта трасса 500 километров в час уже будет давать, причем с затратами, ну, где-то примерно... Ну, ничего себе, это вы вот там в Админском строите. Да, и это то, что планировалось построить у вас здесь. Вот это то, что мы начинали делать здесь. Мы хотели вот трассу, которую отсюда, мы ее продлять хотели до Москвы, чтобы она реально шла на Москву, и тогда можно будет реально где-то, ну, за 20-30 минут было отсюда добираться до Москвы, там, без всяких... Вы даже не представляете, как это актуально сейчас, когда мы едем в 2 часа, и это в лучшем случае. Вот, вот, это вся команда, которая, видите, то есть это нулевой километр. И сейчас вот почему мы именно в Админском, потому что это уже становится, как бы, историей, мы сейчас восстанавливаем такие определенные, как бы, вещи. И мы как раз начали искать, вот по стечению обстоятельств, вот женщина, которая внизу стояла, она говорит, а я помню, не то, что помню, но у меня муж работал на вашем полигоне, там, и, я знаю, видите, и для нас это... Ну, вот, а я как раз здесь вот в 2000-м, в 2001-м году я практически строил полигон, я здесь жил, там, все. Мы приезжали как раз здесь и с Громовым, и с Савменом, и с кем мы только это... Мы здесь проводили два раза совместную коллегию Минтранса и МПСов, у вас здесь в ДК. И сейчас вот мы этот ЗИЛ, у нас вот мы прозвонили, кто, его, говорит, где-то видели, но где вот мы его сейчас найти, пытаемся его найти. Для нас очень важно, вот такое именно концептуально, чтобы именно этот ЗИЛ привезти из озер, поставить его у нас там в Марьиной горке, это как уже исторический экспонат. А, ну давайте координатами обменяемся. Да, мы вам телефончик оставили, да. А я могу показать, когда, наверное, как-нибудь этот все-таки ЗИЛ найти. Да, ну, когда-то мы с вашей администрацией вообще дружили прям, 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 прям... Чего не дружить-то, дело хорошее. Да, ну все, большое спасибо. Может быть, и вот эта территория? Вот, похоже, да. И она так чуть на пригорочке, так сказать. Смотри, вот 15 лет, а в памяти какие-то эти всплывают же. Вот здесь вот стояла первая опора. Вот здесь вот. И отсюда она уходила вверх, вот через этот пролом туда уходила вверх вот эта трасса. Вот, вот ее как раз вот здесь разломали. Вот, наверное, вот это вот, и вон те бетонные остатки, это, наверное, то, что здесь была вот дорога бетонная. Можно тогда сейчас пройдем, посмотрим, как там, там, где стояла большая анкерная опора. Играет музыка. Играет музыка. Вот трудно поверить, насколько это было историческое место, да, и вот сейчас кому бы мешал этот до сих пор стенд, если бы он стоял здесь. Это вот как раз вот те части от наших опор, которые были. Мы идем, друзья, на место большой анкерной опоры, которая стояла как раз весь стенд был 180 метров, где-то метров 40 было здесь, вот метров 100. Вот здесь вот она стояла. Это историческое место. Вот здесь предполагалось вот этот завод. Видите, он как брошенный. Вот производство его делать, юнибусов и путевой структуры. Ну, друзья, так тогда это и не срослось, не пошло. Вот здесь вот как раз эта опора и стояла. Анкерная опора. Вот она. Вот здесь вот она и стояла, друзья. Вот эта вот опора, и вот туда она уходила. Вот, друзья, видите, все, что осталось от грандиозного сооружения, от технологии, которая изменит не только Россию, но и весь мир. Это тот камень, на котором писали нулевой километр 15 лет назад. Конечно, краски здесь никакой уже не видно. Вот он, вот Сащихин пишет. Вот. Ага. Вот он-то. Все, друзья, едем смотреть ЗИЛ. Здесь лет 15 назад полигон ездил в ЗИЛ-131. Помните, еще Громов сюда приезжал, там еще давно. Нам надо найти отломки этого ЗИЛа. Даже не скажу. Нет, тут есть где-нибудь сейчас это самое, где стоит старая техника или вообще где что-то это самое. Проезд, проход только для работников зала Озера. У нас к вам такой вопрос. Там лет 15 назад проводились испытания. Строили такую-то, куда Громов приезжал, Лебедь из 131. Там был ЗИЛ-131. Это 15 лет назад. У вас на территории есть где-нибудь обломки 131 ЗИЛа? Нет. А какая-нибудь автоколонна здесь еще что-нибудь есть? Автобаза какая-нибудь? Это самое старое. Так куда лучше, если нам ЗИЛ поискать? Туда или туда? У кого больше вероятность есть? Да, у нас, конечно, будет в Автодор лучше всего. Автодор, да? Ну, конечно. Ладно, спасибо. Спасибо. Да, местечко-то такое. Во, вон, вон, вон. Женя, так круто вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.